Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Терри Европынлайн». У меня в гостях Арам Макатычанд, армянский политический деятель, который ныне работает в Германии. Здравствуйте, Арам. Здравствуйте. Ну что же, Арам, я почитал биографию вашу, посмотрел ваши ролики, ваши YouTube-каналы, и вы этим тоже балуетесь, что называется. Этим современным кинопроизводством. Но меня заинтересовало, что вы являетесь одним из активистов возрождения Западной Армении. Поправьте меня, если не прав. Западная Армения — это часть Турции нынешней, в которой исконно жили армяне. И вы представляете правительство Западной Армении в изгнании. У меня какой-то вопрос. Я очень часто в своих программах, если вы обращали внимание, стебу, российскую оппозицию, эмиграцию, которая находится в Вильнюсе, и там всегда что-то изображает. Причем прикрываясь при этом Украиной. Это другая история. Вот вопрос, конечно, армян и Турции — это отдельный вопрос, мы понимаем, потому что там было то, что в многих странах кодифицировано как геноцид по отношению к армянам. Мы говорим про начало XX века, потому что многие парламенты, которые мне об этом решили, не формализовали вот это понятие применить к тому периоду. Но то, что было сто лет назад, то было сто лет назад. Вопрос. Какой смысл заниматься проектом Западной Армении, который, в принципе, не осуществим, и, ну, похоже на некую утопию. И, ну, извините, вот просто как на, ну, вот вся вот эта история, как на собрание пикейных жилетов. Правильно ли они прав? Или если они прав, зачем заниматься всей этой историей в Западной Армении? Понятно, что это территория Турции, она всегда будет территорией Турции. Вы начали, нашли, может быть, это самая интересная тема будет для нашей дискуссии, но я попробую потом это сформировать. Но у вас же флаг, у вас сзади флаг Западной Армении, так называемый. Да, да, да. Смотрите, есть права, которые фиксированы в истории у любого народа. Допустим, еврейский народ свои права зафиксировал Туре или Талмуде или Завете. И, значит, через две тысячи лет смог реализовать свои планы. У какого народа это происходит очень быстро, у какого народа скорости не такие и возможности другое. Армения потеряла свои территории всего сто лет тому назад. Ну, сто, там, восемь лет тому назад. Если дозволено какому-то народу создавать какое-то государство, значит, другим тоже это дозволено, да, с точки зрения, так, исторического экскурса. Допустим, сегодня в этом плане работает Турция, создает Туран. Исходя из того, что корни тюркского народа находятся где-то там за Урале, и они сейчас решили, что имеют право объединить все тюркские народы, то есть, из Костантинополя до Камчатки и организовать уже новую политическую или новую географию или новую страну. Так, это никто не имеет права им сказать, почему вы так решили. Никто не имеет на это права. Ну, они так решили, для себя так определили. и все государства, которые хотят создавать что-либо новое, они берут истоки, то есть, они идут к корням и начинают выстраивать свою историю по тем историческим канонам или по той информации, которая у них есть. У некоторых народов вот эта история можно на пальцах посчитать, сколько есть. У армянского народа довольно древняя история и на мировом уровне знают, что Западная Армения это часть Армении, часть армянского народа, то есть, армянских территорий. Другой вопрос, что на этот момент находится под юрисдикцией Турции. Это нормально, это исторические процессы, так всегда бывают, территории отходят и возвращаются. В моей части. Да, но я прошу прощения, вы понимаете, как это со стороны выглядит. Получается, что, знаете, армянские политики, опять же, я очень тепло отношусь к Армению, к немного знакомых, друзей, армян, которые живут за пределами Армении, и в Армении в том числе, но армянские политики и общественные деятели, я вас к ним отношу, судя по вашей биографии, они как будто летают в облаках, то претендует на Карабах. В итоге все это заканчивается тем, что проигрывают две войны, и сейчас не знают, как же сделать так, чтобы разойтись мирно с Азербайджаном. Теперь вопрос западной Армении, которая явно вообще этот дискурс может, скажем так, стать на пути примирения с Турцией Азербайджаном, то есть зачем будировать какие-то старые темы, вспоминать, что было при царе Горохе, когда сейчас нужно жить сегодняшним днем, думать, что будет завтра, и строить сильную Армению в дружбе с соседними государствами. Понимаете, вы поднимаете вопрос чисто во временном отрезке, допустим, какая разница, сто лет или одна минута, Крым уже полчаса, что уже не ваше, почему вы боретесь за Крым, какая разница, вы же упустили это, Донбасс уже не ваш, почему вы боретесь за Донбасс, уже время прошло, какая разница, сто лет, извиняюсь, какая разница, сто лет или два дня, или 24 часа, или полчаса, нет никакой разницы, мы же говорим, вы хотите аргументировать события с точки зрения какого-то промежутка времени, а исторически наследственное право это единственное право, которое не оспаривается никем, вы сейчас пользуетесь наследственным правом, по наследственному праву Крым принадлежит Украине, это наследственное право, наследственное право относится к частному праву, мы говорим о международном праве, давайте так, есть три права, есть публичное право, понимаете, а мы говорим о международном праве, который относится к публичному, да, есть три правовые нормы, это право на жизнь, право на жизнь, право на частную собственность, И третье? Есть еще третье право. И наследственное право. Три права. Любое государство пользуется этими тремя правовыми формами. Другой вопрос, что вот это государство опирует немножко по-другому, а третье абсолютно по-другому. Когда Советский Союз как страна перестала существовать, при Балтийской Республике на основе наследственного права вернули собственность своим владельцам. Но это не наследственное право, это не наследственное право, это реституция. Они вернули право реституции. Мы говорим о праве. Вы сейчас ведёте дискуссию права. А институция – это правая категория. Нет, монархическое государство не имеет конституции, но соблюдает вот эти три формы собственности. То есть жизнь, частная собственность и наследственное право. Монархическое государство. Вот так и функционирует. А вы говорите о конституции. Я говорю о общепризнанных нормах. Но это ставим на второй план. Это пока дискуссия. Чисто по Западной Армении. Значит, армяне Западной Армении имеют полное право претендовать на свою родину. Это не политическая дискуссия. Это правовая дискуссия, которая есть. И здесь только остаётся вопрос, как договариваться с Турцией. Это не Армения, это Западная Армения. Это разные вещи. Это разные формы. Потому что была образована Республика Армения в 1918 году. И это есть документы. То есть это Восточная Армения. И на территории Восточной Армении была образована Республика Армения. А Западная Армения, она как бы отошла на второй план. После того, как Турция с Грецией подписали Лозангский договор, по этому договору для Армений в Западной Армении были определены определенные правовые культурологические нормы, которые армяне с этими не воспользовались в силу того, что там Армения остался уже, как сегодня на Горном Карабахе. Но они ушли, были уничтожены. И те, которые уцелели, они вышли оттуда, уехали. И поэтому в 1923 году всем этим армянам Западной Армении выдали паспорта. Они называются Нансенские паспорта. 300 тысяч армян получили... Но это не только армяне ждали Нансенские паспорта. Я говорю о армянах. Я не говорю о русских, о белых, о украинцах или о цыганах. Я говорю, что армяне получили 300 тысяч. И по этому праву 300 тысяч армян имеют полное право потребовать свою родину или свои территории, свои угодья обратно. Мы занимаемся вот этими вопросами. И здесь, думаю, надо будет договариваться. Смотрите, да, Рома, я прошу прощения. Я прошу прощения. Смотрите, просто вы сравнили с Крымом, аннексированным Россией, и Луганском, Донецком и так далее. Я вам отвечу, в чём разница. Разница в точке отсчёта. Вот точка отсчёта, это может быть 1945 год, это могут быть Хельсинские соглашения 70-х годов, либо 1991 год, распад Советского Союза. Собственно, когда Советский Союз распадался, стороны договорились признать границы друг друга. То есть вопрос о точке отсчёта. Вы знаете, можно сдвинуть так точку отсчёта, что завтра Россия будет претендовать на Аляску, либо Германия на Кёнигсберг и так далее. То есть можно бесконечно уходить в историю. Я уже молчу про Германию, австрийские земли, Талмацию и прочее. Вопрос о точке отсчёта. Вот в рамках точки отсчёта, если мы говорим новое тысячелетие, от 1991 года, вот Крым принадлежал и принадлежит Украине, юридически, равно как Луганск и Донецк, понимаете? Так же точно, как Карабаха, Азербайджану. Поэтому идти от царя Гороха, что было 100 лет назад, вы согласитесь, это довольно-таки странно. Тем более Западная Армения, то, что вы называете, это была всё равно часть Османской империи. Просто там жили армяне. Так исторически сложилось, к сожалению. Но это всё равно же часть Турции, и по-другому уже не будет. Вы же понимаете. Вы ещё раз повторяю. Есть право, пользуясь этим правом, достичь к цели путём переговоров и получить то, что принадлежит моей семье. Мои выходцы из Алашкерта, у нас документы не сохранились, но мы знаем, где находится, что и так далее. Это моё личное право. И таких армян 10 миллионов, что проживают. Но это не первая тема. Когда мы сравниваем и говорим, кто-то решил, что с 91-го года. А кто решил? Если решили, почему не соблюдают? Если решили, должны соблюдать. Если мы говорим о развале Советского Союза, ну, развалили Советский Союз, потом не решили соблюдать, а наоборот, решили ещё раз разробить по мере возможности. По поводу Нагорного Карабаха, это абсолютно другая тема. И к этой теме просто так подойти, что это территориальная целостность или это право оценно-самоопределение, это всё ерунда. Есть определённая тематика, которая развивается с точки зрения только пропаганды. Значит, и есть культура, есть история, есть взаимоотношения. Если мы хотим решать какую-то проблему, мы должны не имитировать, что мы хотим решать. Армяне уехали, 120 тысяч взяли и уехали. Вы понимаете, они взяли и уехали. Люди не хотят жить. Вот эти люди не хотят жить с азербайджанцами. Вы понимаете, вы говорите... Откуда у вас эти данные по поводу 120 тысяч? Откуда у вас эти данные? Официальные данные, которые... Чие официальные данные? Азербайджанцы посчитали, сколько баранов уходят из азербайджанской части в Армению, и сколько людей. Посчитали 5500 голов баранов и 100 тысяч человек. В Армении это приняли, посчитали 505 тысяч голов баранов и 100 тысяч 505 человек. Посчитали. То есть, если там есть какая-то разница, кто-то посчитал чуть-чуть меньше, то колебаний может быть 2-3%, не больше. Но официально посчитали вот такое количество. То есть, вы предлагаете бороться за Карабах, правильно я понимаю вас? Что? Вы предлагаете бороться за Карабах? Нет, у меня... Я не из тех, кто борется. Вот так. Нет, но а вот ваша позитивность... Для меня... Для меня существует правовая нормативная база. Так вы рамки правовой нормативной базы Карабах от Азербайджана? Смотрите, еще раз мы говорим. Если мы говорим о распаде Советского Союза, надо исходить, какими документами оперирует республика Азербайджан. Я всем говорил, я азербайджанцам, с кем я общаюсь. Они приняли Конституционный акт в 1991 году, где написали, что Азербайджан отказывается от советского наследия и является продолжителем Первой республики. Я за эту Конституцию. Я дискуссию веду с азербайджанцами на основе вот этой Конституции. Это Конституционный акт Азербайджана. Это не я написал. Просто я занимаюсь юриспруденцией, и мне нормативная база вот этой республики, в каком виде есть, я этим оперирую. Если они отказались от советского наследия, а советское наследие – это Азербайджанский СССР из Нагорного Карабаха и Нахичевана. Вот два субъекта, азербайджанцы состоят из трех субъектов. Нагорный Карабах и Нахичевана. Они отказались по акту Конституционному в 1991 году и себя считают продолжителем Первой республики. Я за эту Конституцию говорю, ребята, давайте возвращаться в 1918 год и открыть все документы и поработать. Кто ближе... Простите, но то, что вы сейчас говорите, это риторика Владимира Путина, которая постоянно обращается к Украине и говорит, ага, значит, вы сносите памятники Ленину, ага, значит, тогда извольте, давайте вернемся к границам вот такого-то года. То есть если вы отрекаете все советское наследие, но какое отношение преемственности и советское наследие имеет к территориальным границам 1991 года? Все, границы зафиксированы. Армения, Азербайджан, Украина. Зачем к этому постоянно возвращаться? Вы же понимаете. Я не понимаю. Пусть Азербайджан тогда откажется от Конституционного акта 1991 года и тогда... Понимаете, так Армения признала и пошинял лично границы Азербайджана? Причем тут Армения, я не Армения, я не Армения, я Макарчан Арам Сайранович, живу в Германии, для меня правовая база вот этого государства является основополагающим, и я хочу выстраивать мой диспут с Азербайджанской стороны на основе данного Конституционного акта, больше ничего. Как с Турцией я разговариваю на почве Лозангской конференции. Мои права там закреплены, и я хочу получить обратно то, что я имею право получать по этому договору. И точно так же, когда карабахские армяне говорят, говорят, ребята, вы должны читать документы. Азербайджанская республика позиционируется продолжительным первой республики. Первая республика Азербайджана никакого отношения не имеет к советскому Азербайджану. И все. Это очень просто. Тогда азербайджанцы должны определяться, они являются как советская Армения, и как советский Азербайджан договаривается, и договаривается первая республика Азербайджана 18-го года и советская Армения. Вот вы меня простите. Ну ладно, допустим, вы как бы не имеете отношения к Пашиняну, вы сказали, вы выступаете в своем имя, кстати, очень правильно, потому что действительно, ну, как бы вы сейчас не занимаете там должность избранного политика, либо правильного министра и так далее. Но если мы говорим о чисто вашей оппозиции, ну вы же понимаете, что, ну вот еще раз, есть территория Карабаха, она, территория Азербайджана, Азербайджан никогда ее не отдаст. Ну зачем вообще вести на эту тему дискуссию? Ну вот тема неразрешима, все это, территория Азербайджана, вы же понимаете. Я не понимаю, еще раз, я глухой в этом плане. Я смотрю законодательные акты Азербайджана, меня остальное мало волнует. А у Азербайджана есть конституционный акт, пусть Азербайджан откажется от этого конституционного акта, тогда будет другой разговор. Я не имею права себе позволить вести разговор, когда есть такой законодательный акт. Что я могу делать? Я же не принял это. Ну послушайте, вы же прекрасно понимаете, что вот если сейчас задаться целью, можно найти 150 актов, в том числе конституционных Азербайджана, которые будут опровергать ваши слова. Вы же прекрасно понимаете, что бессмысленно подходить формально, юридически к этому разговору. У Азербайджана 150 миллионов актов, где определяется его территориальная целостность. Вообще зачем? Нет таких актов. Ну как это нет? Нет таких актов. Конституцию давайте. Ну просто на это сейчас нет времени. Но вот к следующему эфиру мы можем поговорить с вами. Вы подняли вопрос, я ничего не говорю. Мы просто хотим понять друг друга. Я еще раз говорю. Есть законодательные акты Азербайджанской республики. Их всего два. Первый акт, конституционный акт 1991 года. И второе – это конституция этой страны. Других актов нет. Есть противоречия между этими двумя актами. Это конституционный кризис в Азербайджане в этом плане. Они должны сами… Слушайте, в Азербайджане никакого кризиса нет. На мой взгляд, есть кризис как раз в Армении. Он связан с тем, что Армения не может для себя… В Армении не кризис. В Армении… В Армении бардак. В Армении не кризис. В России разный кризис – это же бардак. Хорошо. Хорошо. Вот вы живете в Германии. И вы на одном из эфиров. На одном из эфиров. Я послушал ваши эфиры. Кстати, мне очень нравится, как вы ведете программы. У нас даже с вами гости совпадают. Вы заявили о том, что вы гражданин России. Правильно? Да, вы гражданин России. То есть, скажите мне, почему, когда мы говорим о неком российском факторе, мы всегда говорим о российском факторе, который, это не конкретно к вам относится, а в целом, всегда подначивает Армению к тому, чтобы Армения постоянно не соглашалась со своими соседями, постоянно с ними боролась и так далее. И зато была окружена, скажем так, погранвойсками ФСБ Российской Федерации. Вот почему так происходит? А это очень просто. Мандат Армении находится в России. Государственный мандат Армении находится в России. Государственный мандат Грузии находится. То есть, пять республик, которые передали свой мандат России. Это Украина, это Россия, это Грузия, это Азербайджан, это Беларусь. С момента образования и с момента распада Советского Союза вот этот мандат находился в России. Теперь эти республики борются. Кто-то очень активно, кто-то очень пассивно, кто-то по мере своих возможностей, чтобы забрать мандат обратно. Сильно, очень сильно борется Украина, чтобы мандат забрать обратно. Очень сильно борются за это. Армения не борется вообще. Грузины проиграли, потерпели поражение, но мандат остался в России. У Азербайджана тоже самая картина. Азербайджан сидит в шпагате. Непонятно, что случится там. Подождите, а зачем вспоминать то, что было на момент образования Советского Союза, когда Советский Союз 30 лет назад прекратил свое существование? О каких вообще мандатах идет речь? О никаких мандатах это абсолютно самостоятельная страна. Вы понимаете, я тут ни при чем. Я только поднимаю вопросы. Европейское сообщество плюс Соединенные Штаты заставляют странам признать свои границы на условиях советских документов. Вы понимаете? То есть они легализируют Советский Союз. Не границы, а акты Советского Союза. Вот здесь кажется. Кто легализирует? Заставляют Армении, Грузии и Россию на нашем регионе признавать границы, которые написали или зачеркнули или подчеркнули в Советском Союзе. Они легализируют. Потому что точка... Ведь эти же страны считают себя правопередниками Первой Республики. И Грузия, и Азербайджан. Если мы сейчас уйдем снова в обсуждение юридических актов, мы будем об этом очень долго говорить. Но хотите, я к следующему эфиру подготовлю правовую базу, которая будет говорить об обратном. То, что Азербайджан, скажем так, провел преемственность с республикой 2018 года, это не говорит о том, что он оказывается от территориальной целостности, с которой он пришел к моменту 1991 года. Потому что это точка отсчета. Нынешние территориальные границы Азербайджана закреплены во множестве юридических актов. Я могу всех поднять и вам положить перед вами на стол. Понимаете? Точно так же это касается Украины, Армении и так далее. О чем мы говорим? Зачем вспоминать то, что было от себя гороху? Ну давайте вспомним про то, что Польша когда-то была разделена между Германией и Российской империей. Давайте тогда поставим под сомнение независимость и территориальную целостность Польши. А давайте скажем о том, что отдельные территории Польши когда-то обходили до Второй мировой войны в, например, территорию Германии. Ну зачем вообще это обсуждать? Послушайте, на точку отсчета 1991 год. Что мы стрядаем, простите, ерундой. Вместо того, чтобы выстраивать отношения с соседями, вечно вот какие-то кляузы и недовольства в адрес Азербайджана. Простите, при всей моей любви и нежности к армянам. Я очень люблю армян, но я не понимаю, вот когда так себя ведут, понимаете? Вечно вот как тот кляузник, вечно постоянно вот то, чем сейчас занимается Армения, ходит по судам, пытается тащить Азербайджан по судам. Зачем заниматься? Никол Пашинян согласился, и они, как Никол Пашинян, как премьер-министр Армении и Азербайджана, они уже договорились, они решают свои вопросы. Я не касаюсь к этой тематике. Я просто сказал, что есть такие документы, которые противоречат друг другу. Это мое мнение, мое отношение. Дай Бог, чтобы они там договорились. Я туда не лезу, это не моя тема. Но моя тема, что есть документальная база, правовая база. Вот на основе вот этих правовых норм надо и решать текущие проблемы. Больше ничего. Пусть достает. Скажите, пожалуйста, вот вы брали интервью у представителей так называемой Нагорно-Карабарской республики, которая уже не существует. Как в момент, когда вы брали у них интервью, вы их считали официальными полномочными лицами? У вас голос срывается, я так... Да, скажите, пожалуйста, вы когда брали интервью у отдельных деятелей Нагорно-Карабарской республики, так называемой, вы брали у них интервью как у официальных лиц? Нет. Нет. То есть вы не признаете тоже это образование? Мое отношение к Нагорному Карабаху, так вот, или к республике Нагорный Карабах. Я постоянно говорю, ребята, вы занимаетесь ерундой. Вы занимаетесь... Это не правовая форма. Вы хотите через «не хочу» заставить делать правовую форму. Не получится. Если вы хотите решать проблему, вы должны сначала создали республику, сначала присоединили Нагорный Карабах к Армении, потом через год объявили о государстве, Нагорный Карабах или Арцах. Ну, так принято говорить. Лично мое мнение было, это неправильное было действие, но это уже было. Это не было... Зависимо от моего желания. Мое отношение было... Я сейчас тоже говорю, надо было решать вопросы на основе тех документов, которые предлагал Азербайджан. И сейчас тоже повторяю. Потому что этот вопрос зайдет тупик, правовой тупик. То есть вы согласны с тем, что... Пойдет правовая тупика. Азербайджанская территория. Что? Вы согласны с тем, что Карабах – это азербайджанская территория? Если мы говорим о советского Азербайджана, тогда да. Если мы говорим о Первой республике, тогда нет. Азербайджанцы должны определяться, они как позиционируются. Для меня важен конституционный акт Азербайджана. Они являются продолжителем Первой республики. Тогда Азербайджан не часть. Тогда Нагорный Карабах не часть республики Азербайджан. Формула очень простая. Арам, спасибо большое вам за это интервью. Оно такое короткое, ознакомительное. Я вам буду благодарен, если мы с вами будем часто встречаться, потому что с вами интересно дебатировать. На самом деле это очень интересно, когда человек отстаивает точку зрения. Ты, может быть, с ним не согласен, но очень важно, когда есть альтернативная точка зрения. Поэтому спасибо вам большое. Я для зрителей напомню, что с нами был очень интересный человек, с которым мы случайно познакомились. Я думаю, что это такой старт наших таких дискуссий онлайн. Арама Картычана, армянский общественный деятель, проживающий в Германии, работающий в Германии, собственно, правовед, юридический правовой эксперт. Спасибо большое, Арам, за это интервью. Огромное спасибо. Надеюсь, что мы смогли что-то рассматривать с другого угла и дать возможность зрителям чуть-чуть посмотреть иначе. Всего хорошего. Спасибо большое, Арам. Спасибо за это интервью. Я просто скажу, что в завершении, что я выступаю за территориальную территорию Украины, Армении, Азербайджана. Естественно, для меня очень важно, когда Карабах признается территорией Азербайджана, а Крым признается территорией Украины. И, знаете, когда все по полочкам по местам, на мой взгляд, тогда это нулевая точка, от которой можно о чем-то говорить. Ну, до новых встреч. У нас есть, так сказать, время для дискуссий. Спасибо большое, Арам. До новых встреч. Спасибо.